Если у нас стоит на первом месте красный, дальше идёт жёлтый, дальше зелёный. Такой последовательный стиль. Мужей, молодец. Такой последовательный стиль. Дальше идёт красный, дальше какой будет зелёный. Задания на логику, память и мышление выполняли малыши всего города в виде увлекательного квеста по научным станциям в детском саду номер 42. Там прошёл муниципальный этап математического праздника для дошкольников. В нашем городе его организовали впервые. Сады неоднократно соревновались уже между собой. Выясняли, кто из детей самый спортивный, кто самый музыкальный, кто самый продвинутый шашист, кто крутой исследователь. А сегодня мы выясняли, кто из детей самый выдающийся математик. Если бы дети просто решали диагностические задания, это бы было скучно и неинтересно в первую очередь самим детям. Поэтому здесь мы учили интересы детей, выбрали космическую тематику, потому что скоро праздник. Всех участников разделили на две команды и предложили отправиться в путешествие с Алисой Селезнёвой и космическим патрулем. В первом этапе ребята выполнили индивидуальные диагностические задания. Во втором прошли квест по станциям, на которых отвечали на вопросы о космосе, конструировали ракету из геометрических фигур, бежали весёлые старты, танцевали и играли на музыкальных инструментах. Дети сегодня пришли не одни, они пришли с сопровождением, их сопровождали педагоги, родители. Поэтому для того, чтобы во время выполнения диагностических заданий взрослым не было скучно, мы придумали для них мастер-класс, который организовали наши педагоги. Праздничную атмосферу создавали выступления воспитанников детского сада номер 42. Украшения и угощения. В конце мероприятия жюри подвело итоги. Лучше всех с математическими заданиями справилась Люба Ластовкина из детского сада номер 15 и Саша Сопронова из детского сада номер 4. Я дома несколько дней решала логические задачки, и я очень бы хотела победить, очень хотела. Мне сегодня на празднике понравилось проходить спортивные состязания. Сейчас в первый раз на математическом соревновании или конкурсе, я не знаю, как сказать именно. Ну и мне Елена Ивановна дала книжку, по которой мы с мамой занимались. Теперь девочек ждут на региональном этапе. Математический праздник пройдет 20 апреля в Нижнем Новгороде. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.